Участковых избирательных комиссий состоит из нескольких частей. Четыре часа теоретической части, на которые читается закон, комментируются различные ситуации. После теории проходит тестирование, где участники отвечают на вопросы по избирательному законодательству, разработанному Российским Центром обучения избирательным технологиям. На этих выборах будут на больше чем половине избирательных участков применяться комплекс обработки избирательных бюллетеней. Вот это наведение мы приветствуем, поскольку больше доверия почему-то у наших избирателей вызывают именно электронные средства голосования в силу разных причин. Ну, также, вы знаете, что вернулось досрочное голосование, долго его не было, за 10 дней. Но теперь, в отличие от предыдущих лет, это голосование будет только в территориальной избирательной комиссии. На избирательных участках его не будет. После теоретической части проверки знаний и подведения итогов для практического закрепления был организован мастер-класс под названием «Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в предшествующий день». В рамках семинара проведена деловая игра. На сцене смоделирован избирательный участок и разыгран диалог между опытным председателем участковой комиссии и новичком. А если КАИБы есть, урны дополнительно нужны, прозрачные избирательные участки? Конечно, урны необходимы, потому что эти урны являются резервными ящиками для голосования. В том случае, если какая-то техническая проблема произойдет с КАИБами, не принимает у вас бюллетень КАИБ, тогда избиратели имеют возможность проголосовать в урну стационарной, в обыкновенной ящик для голосования. Вопросы из зала действующих членов участковых избирательных комиссий также были рассмотрены в ходе деловой игры. Если бы все-таки заклинило бумагу, это все-таки бюллетень, избиратель проголосовал, что потом с этим бюллетенем? Бюллетень, если вдруг, соответствующая отметка делается в списке избирателей, а этот бюллетень откладывается в сторону, и потом он гасится вместе с остальными бюллетенями. Заключительную часть обучения будет проводить территориальная избирательная комиссия непосредственно накануне дня голосования. Состоится выдача печати и пройдет практическое занятие по работе с бюллетенями.